Каником Аруджуняном создали Евразийский экспертный клуб, членами которого сегодня являются 51 ведущий ученый-эксперт и исследователь самых различных областей. За прошедшие 8 лет мы организовали десятки международных конференций, семинаров, круглых столов, публичных лекций и мозговых турнов, которые прошли с успехом и стали важными событиями информационного потока в нашей стране. Сегодня наш клуб – признанная неформальная площадка для обсуждения проблематики интеграции на евразийском пространстве, развития и углубления Армяно-Российского стратегического союза, а также развития сотрудничества с другими странами ЕАЭС. За эти 8 лет у нас появились авторитетные, известные партнеры как в Москве, так и в других столицах евразийского пространства. И сегодня мы смело обсуждаем различные проекты с участием не только армянских, но и российских, а также белорусских, казацких и киргизских экспертов. В этот предновогодний день хочется приветствовать всех наших друзей, единомышленников, партнеров и в очередной раз выразить нашу полную готовность к совместной работе на плану укрепления интеграционных процессов и общего цивилизационного пространства, углубления дружеских, союзнических, братских отношений военного мира, стабильности и протекания наших народов. Сегодня мне хочется поделиться некоторыми, на мой взгляд, важными соображениями о направлениях, где мы, по-видимому, будем работать в ближайшие два года. Первое. На последнем саммите в Пешкеке главы государства обсудили возможность создания общего рынка газа. Мы знаем, что в ЕАЭС запланировано общее пространство энергетики, общее пространство газа и общее пространство нефти запустить еще в 2025 году. Однако глобальная конфронтация между коллективным Западом и Россией настоятельно диктует в том числе форсирование интеграционных процессов с целью минимизации ущерба от этого глобального противостояния. Поэтому мы понимаем, что буквально в 2023 или в следующем году общий рынок газа, о котором так много говорили руководители наших стран, может стать реальным. Общий энергетический рынок тоже не за горами и следует ожидать правильных решений также на этом направлении. Второе. На Пешкевском саммите руководители страны евразийской пятерки говорили о важности промышленной кооперации. Хочется отметить, что правительство Армении высказало большой интерес в вопросе участия в процессах промышленной модернизации и кооперации. И это очень правильное решение. Армянское общество ожидает от властей самого тесного взаимодействия с российскими, возможно, и другими партнерами в направлении развития нашего промышленного потенциала, особенно в ее современных, очень востребованных сферах. Думается, что требования импортозамельчения, творческий поиск новых возможностей и возразвития промышленности насущно диктует находение новых, свежих, подчеркиваю, нестандартных решений, которые способны ликвидировать наше общее экономическое отставание в результате глобальных гибридных войн. Третье. Мы все понимаем, что об этом будем говорить сегодня, что наша главная задача евразийской экономической интеграции повышение благосостояния населения союзных стран. Еще в начале этого года ведущие специалисты Евразийского экспертного клуба прогнозировали высокий темп роста внутреннего валового продукта в 2022 году. Мы подтвердили этот прогноз и в августе 2022 года на нашей традиционной пресс-конференции. Я рад подтвердить, что наши смелые прогнозы по всей видимости будут реализованы по итогам года и наша страна зафиксирует высокий по международным стандартам уровень роста экономической активности, а также уровень роста ВВП. Мы будем работать в ближайшие два месяца и постараемся сделать новый прогноз на основе наших исследований, изысканий на 2023 год и выступим с этими выкладками в феврале 2023 года. Сейчас же хочется сказать о следующем. Хотя экономика от нее бурно развивается, но и в обществе в целом нет эйфонии от этих реалий. Почему? Да потому что по всей видимости реализован и другой прогноз Всемирного банка о том, что уровень бедности повысится до 42% населения. Это значит, что почти половина нашего населения не ощущает на себе результатов экономического роста, а бедность в стране продолжает порождать бедность в угрожающих размерах. Что нужно делать? Людмойский театрист будет убеждать, что нужно составить действенную правительственную программу сокращения бедности. Но мы прекрасно понимаем также, что для уменьшения угрожающих размеров бедности нет другого пути, кроме как продолжения политики поддержки развития экономики с целым поддержанием темпов развития. И поэтому мы приглашаем научное экспертное сообщество страны к совместному изучению и исследованию путей развития экономики и социальной сферы, как в отдельно взятой нашей стране, так и на пространстве ЕАЭС совместно с представителями союзных стран. Четвертое. Во всех странах евразийской интеграционной пятерки сегодня говорят о том, что без развития общего гуманитарного пространства, без попыток сохранения, укрепления и развития общего цивилизационного пространства, трудно ожидать приемлемых и понятных решений в направлении дальнейшего углубления интеграции. В течение этого года я несколько раз имел возможность обсуждать с коллегами из Москвы, Минска и Пешкека возможности развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Сегодня, к концу года, кажется, есть понимание этого на всем евразийском пространстве. Думаю, что 2023 год станет годом активного диалога и сотрудничества, деятелей науки, образования, культуры и совместного поиска возможностей дальнейшего сближения. Наши социологи утверждают, что нужны специальные дополнительные усилия со стороны государств для того, чтобы среднее и особенно молодое поколение наших стран было заинтересовано в дальнейшем развитии евразийской интеграции. Мы утверждаем, что евразийский экспертный клуб, как самая известная в Армении научно-экспертная площадка в указанных направлениях, имеет все возможности и необходимый потенциал для дальнейшего участия в процессе воспитания молодого поколения, его приобщения к глобальному поиску перспектив интеграции. И пятое. Глобальная конфронтация между Западом и Россией имела вследствие много новых реалей, которые влияют на нашу экономическую и политическую действительность. В Армению въехало более 100 тысяч экономических мигрантов. Армения получила возможность наращивания своего экспорта в Россию. И это имеет очень внушительные размеры. Сегодня стал, и об этом скажет Агазий Абатян, Армения стала ареной нешуточных баталий между приверженцами различных геополитических векторов. Мы, к сожалению, не смогли уберечь нашу страну от великого искушения быть вовлеченным в глобальное противостояние Запада и России. Сейчас наша главная задача – не растерять тот опыт дружбы, сотрудничества, партнерства, союзничества, которые мы накопили за 30 постсоветских лет. Всем очевидна угроза ухудшения уровня союзничества и взаимодействия между Арменией и Россией. Я убежден, что у обозримой перспективы у нас много работы, как по продвижению национального интереса Армении на постсоветском пространстве, так и согласованием общеприемлемых позиций для того, чтобы гармонично развивать и дальше наше стратегическое союзничество. Я убежден, что нет таких вопросов, где Армения и Россия не могут не выработать общую позицию. Просто нужна компетентная работа, нужно сердопольное отношение, нужно умение и желание оставить свой вклад в дело развития и углубления стратегического союза. Вот о чем хотелось бы поговорить сегодня с вами, уважаемыми и признанными в нашей стране экспертами в этот предновогодний день, накануне новых больших свершений, которые могут нас ожидать в 2023 году. Пользуясь звучием, желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе, счастья, а также сил и возможностей для вашей благородной деятельности. Спасибо за внимание.